МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите выпуск новостей информационного агентства Курган.ру В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте! В Рио губернатора Вадим Шумков побывал с рабочим визитом на Курганском машиностроительном заводе. Глава региона обсудил перспективы развития предприятия с его исполнительным директором Петром Тюковым. В Рио губернатора посетил конверт, где собирают боевые машины пехоты для российской армии, и осмотрел корпус БМП-3. Петр Тюков рассказал Вадиму Шумкову, что КМЗ досрочно и в полном объеме закрыл два госконтракта. Глава региона спросил об объемах поставок и технических характеристиках БМП-3, осмотрел цех с готовой продукцией. Самый главный план – это сохранить то, что имеем. Сейчас вот с руководителем пообсуждали. Сейчас договариваемся, какую информацию вместе дадим руководству концерна Ростех. И тоже будем выходить вместе на Министерство обороны с точки зрения формирования, сохранения объема заказа, чтобы не было перепадов, чтобы не было падения выручки, чтобы все очень аккуратно последовало с коллективом. То есть главная задача на ближайший период. Глава региона посетил выставку образцов гражданской техники. Как рассказал Петр Тюков, в 2027 году выпуск гражданской продукции в общем объеме производства оборонного предприятия должен составить не менее 50%. На площадке были представлены транспортные машины с жилым модулем и грузовой платформой. Курганские гусеничные вездеходы используют нефтяники и газовики в условиях бездорожья. В числе экспонатов – многоцелевые коммунально-строительные машины с разным навесным оборудованием. Почти 30 лет они незаменимы на работах по благоустройству городских территорий и на строительных объектах. Была представлена и лесопожарная машина – новое направление работы Курганмашзавода. В правах поручения президента необходимо место по работе на предмет увеличения гражданской продукции. Уже есть определенный, понятный нам ряд, который здесь выставлен. Это продукт, который потребляется крупнейшими заказчиками в России. Коллектив великолепный. Люди, которые здесь работали – это настоящий рабочий класс, более 7 тысяч человек. Это самый главный капитал, не цеха и не деньги. Это самый главный капитал, за которым мы должны держаться, который делать ставки. Вадим Шумков провел в бизнес-инкубаторе совещание с руководителями региональных организаций поддержки бизнеса. В ходе беседы глава региона поставил перед ними задачи по новым подходам в работе. В беседе также приняли участие руководители Департамента экономического развития, Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики, а также представитель Курганского государственного университета. Вадим Шумков подчеркнул, что в ближайшее время необходимо перейти на новый формат работы основным критерием оценки эффективности, который будет конкретный результат. Он заявил, что если правительство Курганской области создает и поддерживает какую-то структуру, то он бы хотел понимать, для чего это делается – в прибыли, объемах производства, новых рабочих местах. В Рио губернатора поставил конкретные задачи перед каждой структурой – бизнес-инкубатором, корпорацией развития Зауралия, центром развития экспорта, центром кластерного развития, центром поддержки предпринимательства и другими организациями. Так, центру развития экспорта дано поручение отработать пошаговую систему сопровождения продвижения продукции зауральских предприятий малого и среднего бизнеса на внешний рынок с привлечением экспертов. Также обсуждались вопросы подготовки кадров в учреждениях профессионального образования с учетом потребностей экономики региона. Перед совещанием в Рио губернатор оценил возможности бизнес-инкубатора для размещения офисов предпринимателей, проведения деловых и обучающих мероприятий, пообщался с резидентами, которые уже работают здесь на льготных условиях. Максим Ахахонин, Николай Волков, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». В пограничном институте ФСБ России главу региона Вадима Шумкова познакомили с работой учебного заведения. Он осмотрел спортивный комплекс, культурный центр вуза, библиотеку, а также комнату боевой славы, где представлены экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне и истории органов госбезопасности. Руководителю области показали курсантское общежитие, КПИ и учебный корпус. По окончанию визита Вадим Шумков подвел итоги увиденному. Впечатления очень хорошие, самое доброе ощущение, потому что институт правильный, и мат-техбаза отличная. Ну и самое главное, что здесь растят правильных людей, настоящих мужчин. Мы посмотрели спортзал и другие объекты культурно-бытовые, потому очень рад увиденному. Ну и я думаю, что будем взаимодействовать эффективно для нашей Курганской области. К другим темам. Для зауральцев настала пора блеснуть своими знаниями. В стране стартовал конкурс управленцев «Лидеры России-2018». Регистрация участников конкурса управленцев «Лидеры России» стартовала 10 октября и закончится 24 октября. Еще три дополнительных дня дается на загрузку видеоинтервью. Участие могут принять управленцы с гражданством любой страны, но владеющих русским языком на уровне, достаточном для прохождения тестов. Это позволится отечественникам, по разным причинам не живущим в России, проявить свои управленческие таланты и быть замеченными российскими компаниями и органами власти. Конкурс «Лидеры России» я считаю, что это уникальные стартовые возможности для людей, которые чувствуют в себе силу и готовы дальше продвигаться, во-первых, по своей служебной лестнице, а во-вторых, это делать добрые дела для нашей страны и делать их осознанно, ответственно и с большим результатом. Марина Самойлова принимала участие в этом конкурсе в 2002 году. Признается, что конкурс дает прежде всего новые возможности. Можно проявить себя, мобилизоваться, сосредоточиться и сделать что-то новое в своей жизни и карьере для окружающих. Я считаю, что это уникальная возможность, замечательная, и в данном случае еще и, наверное, проверка своих знаний. Потому что там нужно пройти тесты, там нужно записать видеоинтервью, там нужно даже и проверить самого себя. А что мы помним, а что мы знаем о нашем стране, знаем из области истории, литературы, архитектуры, искусства. Насколько мы сегодня компетентны, умение решить стратегическую задачу. Отметим, все финалисты лидеров России получат образовательный грант по одному миллиону рублей. Также каждый победитель получит наставника. Михаил Котельников, Дмитрий Тихонов, Лидия Игородцева, информационное агентство «Курган.ру». В госавтоинспекции Курганской области подвели итоги деятельности подразделений за последние 9 месяцев. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. Характеризуя аварийность на дорогах области, начальник управления ГИБДД ОМВД России по Курганской области, полковник полиции Михаил Чебыкин отметил, что обстановка на дорогах области в текущем году была сложной и напряженной. Таковой она остается и на сегодняшний день. В 2018 году на дорогах за Уралье зарегистрировано 870 дорожно-транспортных происшествий, при которых 117 человек погибли и 1075 получили ранения. Среди основных видов дорожно-транспортных происшествий, наиболее распространенными на территории области в течение всего периода, остаются столкновения транспортных средств и наездных пешеходов. Совершение именно этих видов ДТП повлекло наибольшую гибель граждан при их участии в дорожном движении. За 9 месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД пресечено более 3000 фактов управления транспортом в состоянии опьянения. Выявлено 574 факта повторного управления транспортным средством водителями в состоянии опьянения. Особое внимание Михаил Чебыкин уделил происшествиям с участием детей и подростков. Как показывает анализ, на сегодняшний день наибольшему риску попасть в ДТП подвержены дети, перевозимые в автотранспорте, и дети, участвующие в дорожном движении в качестве пешеходов. При этом наибольшую тревогу вызывает состояние безопасности именно детей пассажиров. В текущем году с их участием зарегистрировано почти половина всех происшествий. В них три ребенка погибли. Негативное влияние на аварийность в регионе продолжает оказывать нарушения со стороны пешеходов. По вине этой категории участников движения совершено 107 происшествий. При этом их количество по сравнению с 2017 годом возросло почти на 2%. Михаил Кочельников, Дмитрий Тихонов, Александр Немков, информационное агентство Курганру. Зима близко. Пожарные инспекторы проверяют печи в курганских частных домах. С началом отопительного сезона увеличивается и количество пожаров, особенно в частном секторе, когда в некоторых домах жители начинают пользоваться неисправным печным отоплением. Только за первые 9 месяцев этого года в Курганской области произошло свыше 400 пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электроприборов и печного оборудования. Это почти половина от всех пожаров в Заурале за 2018 год. Уменьшить количество этих случаев помогают рейды по частным домам, в которые отправляются пожарные инспекторы. Так, в ходе одного из них были проверены печи электропроводка в микрорайоне Восточный. Как отмечают специалисты, главное не наказать, а предупредить возможную опасность и объяснить жильцам правила эксплуатации оборудования в зимний период. Перед использованием нужно удостовериться, что в печи нет прогаров, трещин. Если данные трещины или прогары есть, нужно их замазать. Не нужно, чтобы вблизи 30 сантиметров печи находились какие-то пожароопасные предметы. Также нельзя сушить дрова на печи. Денис Крылатов также отметил, что важно донести до людей, что нельзя перегружать сеть электронагревательными приборами. Поскольку причиной возгорания часто становится именно перегрев проводки, которая может привести к плачевным последствиям. Специалисты рекомендуют пользоваться только качественным оборудованием и соблюдать технику эксплуатации и безопасности. Максим Ахахонин, Тимур Натсулханов, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру Курганская студентка решила обмануть преподавателей и оказалась на скамье подсудимых. Подробности узнаете из сюжета. Курганская студентка решила откосить от занятий медколледжа, притворившись больной. Хитрить перед врачами она не стала. Решила обойтись липовым больничным. В суде установлено, что в феврале этого года учащаяся Курганского медицинского базового колледжа посредством сети интернет приобрела медицинскую справку о временной нетрудоспособности. После чего с целью освобождения от посещения занятий она предоставила недостоверный документ о состоянии своего здоровья по месту учебы. Амбулаторной карты на девушку заведено не было. В реестр больных она также не была внесена. Все это и всплыло во время проверки. Суд признал будущего медика виновный. Приговорил к стачу самообязательных работ. За фальшивые больничные она могла бы получить штраф до 8 тысяч рублей, обязательные работы до 250 часов, либо исправительные до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. Алексей Старцев, Влад Базалев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру. Курганский рынок недвижимости умирает. Такой вывод дал опрос, проведенный Уральским объединением строителей среди курганских застройщиков. К падению рынка, по их мнению, приводит неплатежеспособность населения, уменьшение прибыли строительных компаний, нехватка у них оборотных средств, а также высокие административные барьеры. Решение своих проблем строители видят в назначении в Курганскую область временно исполняющего обязанности губернатора Вадима Шумкова. Надеются, что новый глава региона сумеет привлечь в Зауралье инвесторов, откроются новые производства, доходы населения начнут расти, и люди вновь будут покупать квартиры. Почему новые остановки в Кургане устанавливают через 2-3 месяца? Почему новые павильоны иногда вмещают далеко не всех пассажиров? Сколько вообще стоят новые остановочные комплексы? Ответы на эти и другие вопросы в эксклюзивном материале Курган.ру. Замена остановочных комплексов в Кургане началась в прошлом году. Тогда были заменены 23 остановки, причем 19 из них за счет инвесторов, городских предпринимателей. В 2018 году у нас уже установлено 11 остановочных комплексов, и еще планируется 6. Это Луначарского школа 39, Громовой, Нафарафонова. Предполагается установить остановочный комплекс и ряд других. Иногда появление новых павильонов пассажирам приходится ждать месяцами. Чиновники объясняют, старые павильоны демонтировали их владельцам, предпринимателей, которые держали на остановках торговые объекты. Город на сегодня был не готов к такому массовому покиданию этих объектов. Поэтому мы сейчас переанализировали ситуацию, проанализировали, промониторили, и на следующий год будем выделять намного больше средств на остановочные комплексы. При замене остановок администрация вынуждена соблюдать ряд формальностей. На проведение процедуры закупки закон отводит 45 дней. Еще 15 дней отводится на изготовление павильона победителям конкурса. Но ввиду того, что мы, центр города, устанавливаем исполнение в стекле, стекло изготавливается минимум 30 дней. Эти поставки идут не из вне города, и, соответственно, поставщик такие сроки устанавливает для себя. Курганцы возмущены размерами некоторых остановок. Они вмещают 3-4 человека, а остальным пассажирам приходится ждать автобус под дождем на улице. Чиновники утверждают, что это временное неудобство. В нужный момент у администрации просто не нашлось подходящих павильонов. Сейчас прорабатывается вопрос установки уже более, скажем так, по размерам вместительных. И, скажем так, буквально недели 2-3 будут установлены другие остановочные комплексы. Ну и самое интересное, сколько стоит новый остановочный комплекс. Это зависит от его размера и дизайна. К примеру, остановка, которая на Троицкой площади стоит, она стоимостью обошлась 700 тысяч. Остановки, которые размером меньше, допустим, 2 на 3, она городу обойдется в 250. Добавим, сколько остановок будет заменено в следующем году, пока неизвестно. Администрация это решит накануне принятия нового городского бюджета. Алексей Старцев, Николай Волков, Александр Киселев, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру. Увидеть будущего малыша в 4D. В Курганском перинатальном центре появилось оборудование, дающее уникальные возможности как врачам, так и родителям. Заветные моменты. До недавнего времени увидеть своего будущего малыша Курганцы могли лишь в 2D. Если не специалист, мало что разберешь. Но и этому рады. Распечатанные стоп-кадры хранят, закладывают фотоальбомы. В регионе появился уникальный аппарат, который кардинально меняет пренатальный взгляд. Как и фото будущего ребенка. Малыш предстает в 4D. Позволяет увидеть все тонкости сакральной вселенной. Новый ультразвуковой аппарат, Валюсун Е8, он по техническим параметрам идеально подходит для исследований в сфере акушерства и гинекологии. Поскольку основная наша задача – это выявление врожденных пороков развития, нам нужны для этого не только знания, но и качество получаемого изображения. Срок у вас получается по размерам 24 недели, 4 дня. Есть 693 грани. Обычный ультразвук позволяет узнать пол ребенка, измерить часть его тела, посмотреть первые движения. Новый сканер – настоящая зверь-машина. Создан для беспрецедентной детализации развития плода, комплексного внутриутробного обследования. Исчерпывающая информация по нажатию одной кнопки. Пренатальная диагностика улучшается в разы. Работая 6,5 лет, мы имеем парк аппаратуры, который морально и физически, к сожалению, устаревает. Качество работы, которое будет на этом аппарате сейчас проводиться, оно действительно вселяет надежду на то, что мы улучшим и показатели, в том числе по выявляемости каких-то отклонений у малышей. Своевременно это позволит нам вмешаться в судьбу этих пациентов, в судьбу малышей, определить место родоразрешения. Работающие здесь специалисты – эксперты международного класса. Аппаратуру выбирали именно они. Деньги также выделяли из личного фонда медучреждения. Копить, правда, пришлось целый год. Требовалось 11 миллионов. Однако сейчас в областном перинатальном центре 4 кабинета экспертного класса. И, как отмечают сами пациентки, очереди в них значительно уменьшились. Алексей Старцев, Влад Базалев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру. Комсомол – это молодость мира. И его возводить молодым. В этом году популярному советскому движению исполняется 100 лет. На протяжении десятилетий комсомол служил школой жизни для многих поколений советских людей. Организация, объединившая молодежь, которой была небезразлична судьба страны и народа, создавала героическую историю нашей Родины. И пусть в наши дни комсомола уже давно нет, но дело его живет. Так, в преддверии столетия ВЛКСМ состоялась научно-практическая конференция системы работы с молодежью «Вчера, сегодня, завтра». Главной темой обсуждения стала востребованность опыта комсомола в сфере работы с молодым поколением и его использование в настоящее время. Такая тема конференции выбрана не случайно, ведь опыт ВЛКСМ уникален и сохраняет актуальности в наши дни. Хочу обратиться ко всем, кто сохранил комсомольский энтузиазм. Очень важно, чтобы нынешнее поколение гордилось боевыми и трудовыми подвигами своих предков, передавать свой бесценный практический опыт молодежи. Желаю вам плодотворной работы, новых идей и перспективных кланов. В ходе научно-практической конференции участники обсудили основные направления молодежной политики, поговорили о передовых направлениях современной педагогики и методике комсомола в работе с молодежью. На сегодняшний день громадный опыт комсомольских активистов востребован во многих сферах. Комсомол был самой масштабной молодежной организацией, не имевшей аналогов в мире. Он прививал юношам и девушкам патриотизм, социальную ответственность и стремление к знаниям. Сегодня эту эстафету переняли многие общественные организации. Курганский дом молодежи, российское движение школьников, волонтеры и различные патриотические лагеря. Юлия Смирнова, Тимур Нусулханов, Владислав Базалев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру. Сказка «Быль» – давний намек, добрым молодцам урок. Режиссер из Москвы представит в Кургане необычный детский мюзикл «Конек-горбунок». Она знакома каждому с детства. Всеми любимая сказка по произведению Петра Ершова «Конек-горбунок» предстанет перед зрителями в необычном виде, с песнями и танцами. Все по задумке московского режиссера и хореографа Сергея Захарина. Такого формата на Курганской сцене еще не было. Специально для Курганского театра писалась музыка. Специально строилась декорация, придумывались костюмы. Поэтому я думаю, что на всероссийскую премьеру должны прийти многие, посмотреть, удивиться, порадоваться и заразиться хорошим настроением. Автор мюзикла не просто чувствует, но и знает, что интересны детям. И это неудивительно, ведь у него есть педагогическое образование. И Сергей, как никто другой, понимает, насколько такие спектакли важны для детей. Ведь именно в юном возрасте у ребенка и формируется характер, его привычки и мироощущения. Поэтому главная задача детского мюзикла – научить верить в истинную любовь, дружбу и верность. И такие старые добрые сказки – большое в этом подспорье. Это спектакль, который помогает научиться оставаться в душе ребенком, несмотря на взросление. Да, верить в любовь, верить в чудо, но не забывая при этом, что необходимо чудо творить всегда собственными руками. Сергей Захарин обещает, ни один ребенок не заскучает во время спектакля. В мюзикле должно удивить все – от калейдоскопа, забавных событий до необычайной актерской игры. Премьера состоится 2 ноября. Первыми его увидят курганские школьники. Павел Баев, Тимур Натсулханов, Владислав Базалев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курганру». В Курганском государственном университете появился 10-й факультет. Об этом было объявлено на церемонии жеребьевки ежегодного фестиваля студенческого творчества «Веселый дяв». Что это за факультет, узнаете из следующего сюжета. «Веселый дяв» – ежегодный фестиваль студенческого творчества. В нем участвуют все факультеты КГУ. Ребята показывают свои таланты, поют, танцуют, разыгрывают юмористические сценки. Загадочная аббревиатура «Дяв» расшифровывается как декабрь, январь, февраль. Раньше фестиваль длился три зимних месяца, и его название стало традиционным. Церемония жеребьевки нынешнего фестиваля прошла в Центре культуры и досуга Курганского госуниверситета. Сегодня мы даем старт очень хорошему мероприятию, которое есть только в Курганском госуниверситете. Это фестиваль «Веселый дяв». К нам пришли наши первокурсники, мы хотели бы выявить их таланты. И я уверен, что среди новых студентов, которые учатся сейчас и на университетах, мы их увидим и будем приятно удивлены. «Веселый дяв» возник в год образования КГУ. В этом году фестиваль проводится в 23-й раз. На нем впервые засветились многие нынешние звезды Курганской сцены, известные во всем городе и за его пределами шоумены. Во время церемонии жеребьевки факультеты узнали, в какие дни будут выступать. Кто победит в итоге, предугадать трудно. «Фавориты у нас меняются с каждым годом. Это зависит от ребят, которые приходят на факультеты. Один год, возможно, прорыв у одного факультета, другой у другого. Поэтому очень сложно сказать и предварительные выводы сложно сделать». Однако одна заявка на победу уже прозвучала. Да еще какая! В этом году впервые в истории существования фестиваля в «Веселом Дяфи» примет участие команда преподавателей и сотрудников ректората Госуниверситета. По слухам, идея принадлежит исполняющему обязанности ректора КГУ Константину Прокофьеву. «Всегда хочется быть в числе первых, но будем стараться, чтобы, скажем, выступить достойно. Мы дадим бой молодым! Держитесь!» Анна Карпушина, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Александр Немков. Информационное агентство «Курганру». Магазин «Планета одежда обувь» приглашает горожан утеплиться на зиму. Здесь вы найдете все, что душа пожелает. Уже на протяжении нескольких лет магазин «Планета одежда обувь» радует своих покупателей широким ассортиментом товаров, качеством продаваемой продукции и низкими ценами. Здесь точно оденется любой привереда. «Приходите к нам в наш магазин «Одежда планеты обуви». У нас большой ассортимент товара. Товары для дома, одежда, обувь для малышей и много чего другого. Цены вас приятно удивлят, цены низкие. Приходите, будем рады видеть вас всех». Магазин «Планета» – это около 150 тысяч моделей обуви и более 300 тысяч наименований текстиля, верхней одежды и нижнего белья, а также сумки, постельное белье и многое другое. В этом магазине можно одеть как новорожденных, так и людей с большими размерами. Покупатели подтверждают, что здесь можно найти качественные товары на любой вкус и цвет. «Пришел выбрать себе одежду на зиму, был приятно удивлен ассортиментом товара, ценами и действительно одежда такая качественная, хорошая, обязательно куплю, обязательно приду сюда еще». И даже те, кто пришел в магазин «Планета одежды и обувь» впервые уже не смогут закупаться в другом магазине. Ведь здесь есть все, да и семейный бюджет сильно тратить не придется. «Сегодня пришла за покупками, мне нужны детские полотенца и для сына простыни. В магазине я первый раз, там меня посоветовали подруги, мне очень понравилось товар, качество товара очень интересное и цены приемлемые». Магазин «Планета одежда и обувь» находится по адресу город Курган, улица Кравченко, 92, второй этаж. Приходите, оденут всех. На этом наш выпуск подошел к концу. Больше новостей вы найдете на сайте Курган.ру. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И продолжим о рекордах. Восточный банк одобряет кредит наличными по ставке 11,5% годовых на сумму до миллиона рублей. Так что вперед к вашим рекордам! Восточный банк. Всегда хорошие новости. Вселенная возможностей для вашей информации. Типография «Курьер» объявляет открытие сезона календарей. Создайте свой календарь вместе с нашей дизайн-студией. В Новый год с новым календарем! Шоу «Симфонические рок-хиты. Крылья Грифона» в исполнении Конкорд Оркестра. 9 ноября. Филармония. Вы можете сделать так. Или даже так. Но мы хотим, чтобы вы читали «Зауральский курьер». Новая рубрика «Книга жалоб и предложений». Нам важно, что вы думаете. Все подробности читайте в номере еженедельника. Интернет-магазин «Столплит» представляет мебель по традиционно низким ценам. Компактно и функционально. Прихожая «Наоми» по цене 6 990 рублей. «Столплит» – доступная мебель. Поздравляем сайт «Курган.ру» с рекордными показателями! 44 919 уникальных посетителей. 56 965 посещений за сутки. Достоверно, мобильно, ярко. Присоединяйтесь! Водитель, помни! Официальный техосмотр поможет избавиться от проблем со страховыми компаниями. Найсер Дайсер Плюс. Быстро нарезать овощи кубиками, натереть фрукты тонкой соломкой или кольцами вам поможет универсальная овощерезка «Найсер Дайсер Плюс». Этот уникальный немецкий прибор идеально подходит для фруктов, овощей, грибов и мяса. В комплекте 6 оригинальных лезвий для шинковки, 2 вида терок, контейнер для сбора. Всего за 999 рублей. Заказ по телефону 55 48 55. Найсер Дайсер Плюс – ваш кухонный помощник. Горгаз-сервис реализует газовые котлы «Ардерия». Осуществляем замену-продажу газовых счетчиков. Обеспечиваем полную гарантийную и сервисную поддержку всей нашей продукции. Горгаз-сервис. Когда работают профессионалы. Первая киберарена «Кургана» открывает для вас свои двери. 10 мощнейших игровых станций. Крутая клубная атмосфера. Регулярные турниры и ивенты. Е-клаб. Твой прямой рейс в киберспорт. Приходи. Мы ждем именно тебя. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Сюзанна Искаян. Салон кожи и меха «Рут-66». Новое поступление женских норковых шубок, мужских кожаных пуховиков и дубленок. Гибкая система скидок, кредит, рассрочка, наличный и безналичный расчет. Будем рады видеть вас по адресу «Курган» Гоголя 87. А теперь о прогнозе синоптиков. Во вторник синоптическая ситуация на большей части за Уралья обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого полями снеговой облачности и вторжением более теплого влажного воздуха атлантического происхождения. С температурным фоном на 3-5 градусов выше своей климатической нормы. И только на юге региона, благодаря влиянию среднеазиатского антициклона, день выдастся погожим. В Екатеринбурге и Челябинске плюс 5, плюс 7. В Тюмени плюс 4, плюс 6, без существенных осадков. В Кургане облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха около нуля. Днем в Кургане переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 6, плюс 8. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба. 23 октября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова